Приветствую! То, что вы сейчас смотрите этот видеоролик, означает, что в релиз вышла первая публичная версия редактора CastScene, которая входит в состав мода или просто модификация для легкого создания готической машинимы. Фактически, это версия 1.2, но для вас это первая версия. Для чего нужен этот редактор? Вы никогда не задумывались при просмотре машиним лорадара или других муводелов, как они делают такие плавные пролеты камеры? А если и задумывались и начинали разбираться, упирались либо в неудобный функционал спейсера и отсутствие подробных гайдов, как же все это дело настраивать? Наш новый редактор CastScene возьмет на себя всю рутинную работу, а вам останется только творить. После просмотра данного видеоролика, вы вполне сможете создавать плавные пролеты камеры, затратив на это буквально пару минут. Итак, приступим. В этой части мы поговорим про то, как работают камеры из-под коробки. Вся информация крайне рекомендуется к ознакомлению, однако если вы поймете, что вам это не нужно, просто перейдите по тайм-коду на экране или выделите часть 2 на таймлайне. Итак, что необходимо для пролета камеры? Далее мы будем это называть просто катсцена. Чтобы камера двигалась по заданному нами пути и смотрела туда, куда мы ей указали. Для этих целей редактор CastScene создает два типа точек, а именно, первое, точки перемещения. Это точки, по которым перемещается камера. Если мы соединим точку А и точку Б линией, то как раз и получится траектория, вдоль которой будет двигаться камера. Для удобства мы будем обозначать и точки перемещения и линии между ними белым цветом, так как и в самом внутриигровом редакторе они отображаются белыми линиями. Второе. Точки обзора – это точки, куда будет смотреть камера. Если камера находится на точке перемещения А, то она будет смотреть на точку обзора А, а если на точку перемещения Б – на точку обзора Б соответственно. Дабы вы не запутались, в реальности вам редко придется настраивать точки обзора вручную. При создании точки перемещения, точка обзора создается автоматически в том месте, куда направлена ваша камера на расстоянии 2 500 игровых единиц, что равняется примерно 25 метрам. То есть вам достаточно просто поставить камеру в нужное место и направить в нужную точку, а редактор все сделает за вас. Следующее, что нужно разобрать – это длительность кассцены. Вы можете настроить, сколько будет длиться ваша катсцена, а также настроить тип распределения времени. Что это значит? По умолчанию выставлен тип равного распределения. Это значит, что на каждый отрезок будет выделено равное количество времени. То бишь длинные отрезки будут проходиться камерой быстрее, чем короткие. Вы можете выбрать тип автораспределения времени. Это означает, что игра сама посчитает сколько времени выделить на каждый отрезок, чтобы скорость камеры была постоянной на протяжении всей каст-сцены. На этом теория кончается и переходим к обзору. Для того, чтобы запустить редактор каст-сцен, достаточно прописать в консоли новую команду cutsceneopen. Все новые консольные команды, которые относятся к редактору каст-сцен, вы найдете в описании к этому видео, либо в текстовом руководстве к редактору, ссылка на которое также будет в описании. Прописываем нужную команду и открывается интерфейс редактора, а также запускается новая свободная камера. Управление здесь индуитивное, перемещение либо WASD, либо стрелочки и Numpad. Вертеть камерой можно мышью или стрелочками. Подъем на пробел, спуск на левый Alt, ускорение на левый Shift. Полное управление новой камерой можете найти в текстовом руководстве по редактору каст-сцен. Интерфейс редактора поделен на две основных части. Область с подсказками и область в меню. Подсказки обновляются автоматически в зависимости от того, какие именно действия вам доступны в данный момент. Так что если вы запутались, что именно делаете? Подсказки вас всегда сориентируют. Меню же разделено на два основных окна. Меню редактирования каст-цены и меню редактирования точки. Чтобы вам было проще понять, каст-цена это по сути набор точек перемещения и точек обзора. У каждой каст-цены они свои. Точки перемещения или обзора нельзя создавать вне каст-цены. Первая строка в обоих меню отображает выбранную вами каст-цену или точку. Если надпись серая, значит вы еще не создали ни одной каст-цены. Давайте создадим первую каст-цену, нажав на одну из предложенных в подсказке клавиш. После создания каст-цены, первая точка в меню редактирования перестала быть серой, а внизу экрана появилось сообщение, что каст-цена с номером 0 создана. Теперь мы можем нажать на клавишу Tab и открыть само меню редактирования. По меню можно перемещаться привычным способом. Стрелочками на клавиатуре, а также при наведении на определенный пункт меню, подсказки обновятся и подскажут, что мы можем с ними сделать. Например, если мы выберем пункт время, то подсказки говорят, что при нажатии на Enter мы включим автораспределение времени, о котором мы говорили в части 1. Теперь пройдемся по пунктам. Первый пункт позволяет нам выбирать между каст-ценами с помощью боковых стрелочек. Это если каст-цен несколько, разумеется. Кроме того, если нажать клавишу Enter по этому пункту, наша камера переместится к началу этой каст-цены, так что если вы вдруг ее потеряете, то всегда можете быстро вернуться. Второй пункт позволяет нам настраивать продолжительность каст-цены. Кроме того, если нажать клавишу Enter, то мы можем включать и выключать автораспределение времени, о котором говорили в части 1. Если автораспределение включено, пункт время будет подсветен желтым. Третий пункт позволяет изменить тип каст-цены. Существует три вида. Линейная, она же каст-цена по умолчанию. Это когда каст-цена начинается в начальной точке и заканчивается в конечной. Ничего особенного. Цикл. То же самое, что и линейная, просто она будет бесконечно повторяться и как только дойдет до конечной точки, моментально переместиться в начальную. Пинг-понг. То же самое, что и цикл, только здесь, при достижении конца каст-цены она будет воспроизводиться с конечной точки и перемещаться в сторону начальной, а потом снова с начальной в конечную. Четвертый пункт. Удаляет каст-цена. Имейте в виду, что удаление каст-цены удалит все ваши точки и настройки. Теперь давайте закроем меню на клавишу Escape и создадим парочку новых точек. Судя по подсказкам, для этого подойдет клавиша C. После создания двух или более точек, между ними появится белая линия. Помните схемы из части 1? Белая линия у нас обозначает путь точек перемещения, а зеленая – путь точек обзора. Здесь все то же самое, за тем исключением, что самих точек вы не видите, а только конечную линию. Кроме того, после создания первой точки, мы можем открыть меню редактирования точек также на клавишу Tab. Давайте теперь тут пройдемся по пунктам. В первом пункте мы по аналогии с меню каст-цен можем переключаться между точками, а также перемещаться к ним на клавишу Enter. Во втором пункте мы можем настроить дистанцию, на которой располагается точка обзора от точки перемещения. Помните, в первой части я говорил, что точка обзора создается автоматически для каждой точки перемещения на расстоянии на 2500 единиц, в той точке, куда смотрит камера. Вот здесь мы можем изменить это расстояние. Еще мы можем нажать на клавишу Enter и тогда мы можем выбрать уже существующую точку обзора. То есть, если я хочу, чтобы точка 1 смотрела в то же место, что и точка 0, то я просто могу нажать на Enter и выбрать в списке точка 0. Легко? Легко. Однако стоит заметить, что выбор другой точки доступен только в том случае, если в эту точку не смотрят другие точки. А вот тут уже запутанно. На примере, если точка 1 смотрит туда же, куда и точка 0, то я не могу сделать так, чтобы точка 0 смотрела в точку 3 или 5 или в какую угодно еще, потому что от нее уже зависит другая точка. Третий пункт меню позволяет нам перемещать точки. При нажатии на него интерфейс закроется и активируется свободная камера. Поместите камеру в новое место и еще раз нажмите Enter и после этого перемещение завершится. Четвертый пункт позволяет удалять точки. И на этом по сути все. Весь интерфейс и функционал объяснен. Возможно для вас это кажется мудренно, но это только на слух так воспринимается. Как только сами скачаете и часик потыкаете, то быстро разберетесь, что к чему. Давайте для примера создадим простенькую каст-сцену, по ходу которой я буду комментировать каждое действие. Итак, создаем новую каст-сцену, нажав на клавишу P. Теперь перемещаем камеру туда, где должна находиться наша первая точка и направляем ее туда, куда она должна смотреть. Жмем клавишу C для создания точки. Все, первая точка создана. Теперь создаем еще несколько по тому же принципу. Выбираем место. Поворачиваем как надо. Нажимаем C. После этого настроим длительность каст-сцены. Нажимаем клавишу Tab. В меню поднимаемся до пункта время и увеличиваем его, скажем, до 15 секунд. Вот и все. Каст-сцена создана. Запомним номер каст-сцены, который написан в первом пункте меню. Закроем редактор, нажав на Escape и пропишем команду в консоли CutscenePlay 0, где 0 это как раз тот самый номер, который запомнили. На этом можно закончить, так как далее вам остается только самостоятельно осваивать этот редактор и совершенствоваться в подборе ракурсов и пролетов. Более детальное описание управления и редактора в целом вы всегда сможете найти в текстовом руководстве.